Приветствую вас, мои дорогие друзья! Снова с вами Евгения Таро и сайт mag-expert.org, как обычно. Ну и как обычно, мы будем очередную карту Бадзе сейчас с вами анализировать. И вот вы знаете, недавно мы с вами посмотрели карту пончика, которого хотели продырявить, но только поцарапали. Но не прошло и недели, как продырявили другого человека. Женщину. Очень одиозную личность в украинском политическом пространстве. И когда сегодня утром я увидела заголовки о том, что это покушение увенчалось успехом, то есть она отдала Богу душу, я решила полюбопытствовать, а что там в ее карте? Какие иероглифы могут указывать на вот такой способ ухода из жизни? Ведь это, по сути, обезглавливание получается. И когда я открыла карту на момент нападения и на момент смерти, да, я поняла, что нам с вами будет сегодня что обсудить. Так что схватили свои стаканчики и погнали. Начинать будем от господина дня плясать, как всегда. Но прежде чем я перейду к анализу непосредственно этой карты, вот какую мысль хочу вам задвинуть. Почему в этом году так и норовят продырявить чью-то голову? Как вы думаете? А потому что год у нас дзячень, то есть янский элемент дерева, голова на драконе. А почему именно каких-то вот таких высокопоставленных людей хотят убрать, как пончик, например? Ну, про эту девушку, которую вчера грохнули, ну, я не могу сказать, что она такой уж высокопоставленный человек, но тем не менее заметная личность. Знаменитая, известная, даже в некоторых кругах, возможно, очень популярная. Вот почему? Потому что дракон, да. А дракон как раз-таки высокое социальное положение обозначает, видных деятелей каких-то. Конечно, это касается не только покушений на чью-то голову, желательно высоко поднятую. Это, в принципе, указание на то, что в этом году голова – это уязвимое место. И многие могут страдать головными болями, давлением. Может быть, у кого-нибудь даже более серьёзные диагнозы с головой связаны. Да, вот мы недавно с вами рассматривали карту Заворотнюк, которая в этом году тоже ушла из жизни. Голова, голова. Ментальные проблемы могут быть серьёзные в этом году у многих. Дебюты различных психических расстройств могут иметь место. Но голова не только как физически голова может работать в иероглифах Бадзи, но и в переносном смысле голова как глава, например, фирмы какой-нибудь, да, или государство, должность, начальник. Вот у многих головы полетят. Многие лишатся своих положений, своих должностей, своего статуса. А многие, наоборот, могут возвыситься и занять какую-то высокую должность. Я вообще решила реализовывать этот год анализами карт Бадзи, потому что это голова, думать надо думать. А для меня Дзя это ещё и самовыражение, причём такой бунтарский дух. Ну, заметно, я думаю, да, по моей манере изложения. И дракон, астролог, космос. И вам тоже настоятельно рекомендую в этом году очень активно, очень активно интересоваться астрологией. И, да, консультации у астрологов тоже заказывайте, заказывайте. Если для вас Дзя, это голова под ударом, ну, то есть вашему Дзя, или не вашему Дзя, а приходящему к вам Дзя в этом году, грозит какой-нибудь ГЭН или ещё чего-нибудь эдакое, сходите к стоматологу, а? Или, не знаю, какие-нибудь процедуры со своей головой поделайте, уши проколите, татуаж бровей сделайте, ресницы нарастите, губки подколите. Ну, не знаю, вот что-нибудь проделайте со своей головой. Казалось бы, такой вот селф-харм получается, да, то есть вы вред какой-то наносите своему телу в области головы, но при этом, прическу, кстати говоря, тоже новую можете какую-нибудь себе приделать, либо подстричься, либо там, не знаю, что-нибудь накрутите, такое своеобразное покрасить, это тоже может сработать. В общем, это такая крутая магия, скажу я вам, похлеще, чем вот эти всякие черномагические и же с ними ритуалы, потому что это магия подмены контекста, она самая эффективная из всех. И таким образом вы проиграете вот эти опасные моменты моменты уязвимости вашей головы самым безопасным для себя способом. Такой лайфхак. Ну и, конечно же, носите какую-нибудь шапочку, панамочку, летом, чтобы не нагрело, зимой, чтобы не надуло, а если там на мотоциклах катаетесь, гоняете, так шлем обязательно надевайте. Вот, и позвоночник берегите, потому что все ж таки дзя и за позвоночник тоже отвечает. Вот многие могут жаловаться на боли в спине. Вот это потому что дзя. Надеюсь, вам понятно, да, почему вот такие события могут происходить. И почему может болеть голова, или там с этой головой что-то может случаться, не только у вас, ну а вообще у очень многих людей. Теперь давайте вернемся все ж таки к карте и попытаемся ее проанализировать. Ну и плясать, как я и обещала, будем от господина дня. А господин дня у нас здесь Янская земля. Довольно редкий товарищ на нашем канале. Редко попадаются карты каких-то знаменитостей с этим господином дня. Из тех, кого мы уже с вами посмотрели, это, по-моему, была только Заворотнюк Анастасия. Может быть, был еще кто-то, и я уже подзабыла. Так вот, Янская земля почему так редко попадается? Потому что она слишком традиционная, слишком консервативная, слишком так, чтоб как все, и чтоб как у всех. Не любит выделяться. Но здесь может влиять не только сам господин дня на то, как человек проявляет себя в мире, но и то, что помимо этого господина в карте стоит, и уж тем более, что приходит в приходящих тактах удачи. Как правило, я всегда смотрю, что это у нас за гора, что это за глыба, что это за камень. Может быть, это айсберг, если карта холодная, и тогда человек все свои печали прячет под черной водой. Или это может быть вулкан какой-нибудь спящий, а может быть бурлящий, действующий. Но здесь я не вижу ни вулкана страстей, ни айсберга с печалями. Я вижу здесь горы, 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 много гор. И в этих горах где-то там внутри полезные ископаемые, какая-то руда, руда, или бурштин копает. А там на горах десь смиреки, смиреки. Карпаты я вижу в ее карте, карпаты. А вот этот вот в самом начале карты, стоящий на горе Дзя, седьмой убийца, ну кроме того, что это непосредственно киллер для ее головы, но об этом мы попозже поговорим, это гуцу, стрембитый, стоить. В общем, это такая справжня украинская жиночка, тем более, что ее господин Дня сидит на обезьяне, руки в боке. Руки в боке обезьяна. Мне всегда напоминает вот этот анекдот про украинскую женщину, которая вышла замуж за грузина. И он ей говорил, когда женщина, я прихожу домой, и мой кепи смотрит влево, это значит, что я очень злой, ты ко мне, значит, не лезь. А она говорит, а когда ты приходишь домой, а у меня руки в боке и скалка в одной руке, это значит, что мне плевать, в какую сторону смотрит твоя кепи. И вот, знаете, рассказывая этот анекдот, смотрю я на ее звезды символические, вижу, звезду контролирует мужа. И таки, да, представляю эту дамочку именно такой при встрече мужа на пороге. Неудивительно, что эта женщина была разведена. Но про обезьяну, это же не только руки в боке, это даже больше шутка такая, нежели истина. Хотя доля шутки только в этой шутке есть, а остальное все правда. Потому что эту самую обезьяну я очень часто вижу у шоуменов. Давайте я так вот широко возьму понятие. Шоумен. Ну, в данном случае у нас шоу-вумен. И эта обезьяна ассоциируется у меня всегда с какой-нибудь пилой циркулярной или болгаркой. А тут, возможно, даже образ рождается иной, более агрессивный, учитывая седьмого убийцу и куиганга в карте. Это, девочки и мальчики, пулемет дисковый. Обезьяна вообще это как заезженная пластинка, когда человек вот ну, можно сказать так по ни одного трюка или нельзя? Ну, наверное, в какой-то степени да. Вот человек оседлал какую-то идею и давай ее мусолить и давай ее тылдычить. Потому что обезьяна это вот как навязчивость какая-то, да. Это символ одержимости. И действительно очень часто именно одержимость обозначает наличие обезьяны в карте. Особенно на фазе болезни. Да. Мы с вами недавно рассматривали карту Кань Юэста. У него там янский огонь на обезьяне тоже на фазе болезни. И я тогда говорила, что это вот такой вот одержимый маньяк, который является человеком, которому приходят какие-то идеи, которые его не отпускают, да, то есть он на них сильно фиксируется и настолько сильно фиксируется, что начинает это транслировать в массы. Сам одержимый и других заряжает и заражает этими своими идеями. но если в музыке это круто, это весело, это классно, если, конечно, музыка несет какой-то позитивный посыл, но если говорить о политическом информационном пространстве, если человек одержимый какой-то идеей фикс и начинает постоянно это толдычить, толдычить, толдычить в массы, заражая этими идеями людей и этот посыл агрессивный, нетолерантный, негуманный, это может быть опасно, это может быть опасно. Обезьяна же еще это устойчивость к монотонии, это когда человек может повторять одно и то же и не уставать от этого. Это вот, знаете, как конвейер такой своеобразный. И это хорошо действительно для людей, которые танцоры, певцы, актеры, люди, которые колесят по странам, по городам, по весям, выступают где-то, собирая толпы, исполняя все время один и тот же репертуар и еще несколько раз на бис. Но даже у этих людей катушки плавятся. А обезьяна это как раз и есть эта самая катушка. И человек в какой-то момент, повторяя одно и то же, одно и то же, с катушки может слететь. Несмотря на всю свою эту устойчивость. А знаете почему? Потому что обезьяна это тот же самый Гэн. А я вам всегда толдычу одно и то же. Видишь, Гэн, готовься к неприятности. Гэн в самой карте обозначает, что человек немножко с шизинкой. Да. Тем более у нас же есть здесь фаза болезни и голова с седьмым убийцей. Понимаете? Я думаю, что многие люди, послушав ее речи, покрутили пальцем у виска, подумав, что она немножко не в себе, как будто сумасшедшая. Но многие люди могли заразиться от нее ее идеями или, допустим, сами носители этих идей. И увидели в ней сестру. Да. Потому что в карте у нее есть братство. Ну, поскольку она женщина, то, наверное, сестринство. Так, ну, давайте дальше размышлять. Вот, несмотря на то, что я тут говорю про какую-то шизинку, женщина при этом очень умная. Очень умная. Но тут может быть горе от ума. Или, знаете, вот тот как раз такие случаи, когда человек может иметь хоть три высших образования и самый высокий интеллект, коэффициент интеллекта по стране, но здравого смысла при этом не иметь. Потому что коэффициент интеллекта и здравый смысл это разные вещи. Иначе бы высокоинтеллектуальные ученые не создавали оружие массового поражения. Потому что здравого смысла у них точно не было, когда они это делали. А интеллект был. Почему говорю про горе от ума, про интеллект, про то, что она очень умная? Да потому что, смотрите, звезда академика в карте есть. Прямо в столбе дня рождения. И не одна, а еще и с учебным залом. Да. А в столбе месяца ответственным за профессию, карьеру, работу есть еще цветущий балдахин. А все эти звезды как раз таки и связаны с образованием, с интеллектом. Это женщина-ученый. Тем более шапка-пояс, шапка-пояс, шапка-пояс у нее. И голова, голова дерзновенная, амбициозная. Да. Очень умная женщина. Несмотря на то, что ресурсов в карте нет. И это мой камень в огород многих-многих теоретиков, которые утверждают, что если нет ресурсов в карте, это конечно здесь может выручать наличие вот этих звезд и таких фаз и голова на первом месте, но теоретики в основном говорят о том, что ресурс ответственен за умственные способности и образования и желания учиться. И что если ресурса нет, то все, гиблый номер двоечником будешь. В лучшем случае троечником. Но так вот это не так. Это не так, друзья мои. Как я заметила, все работает немножечко иначе. Если нет ресурсов в карте, это не значит, что человек глупый и не способный учиться. Это значит только одно, что этот самый ресурс этот человек хочет компенсировать. Человек стремится к тому, чего у него нет, чего ему не хватает. И поэтому самые большие ученые могут быть без ресурса в карте. А самые богатые люди без денег. А певцы могут вообще быть без металла и огня. И гениальные певцы. И без самовыражения в придачу. А люди занимающие самые высокие положения в обществе имеющие огромную власть могут не иметь никакой власти в карте. Да. Вообще отсутствие ресурсов женской карте работает так, что да, женщина больше тратит время на учебу, на получение каких-то знаний, вкладывает в свое образование, делает карьеру. но в личной жизни вот непруха какая-то случается. Вроде бы появляются на горизонте какие-то интересные классные мужчины, но почему-то эти мужчины не дарят подарков, не дарят квартир, машин и прочих ништячков. За границу не возят кататься, отдыхать, есть омаров, шампанским запивать. Опять я стихами говорю, слушайте. в общем, не разбиваются ради этой женщины в лепешку. А учитывая то, что в этой карте есть любовник седьмой убийца, а мужа нет. И в самом дворце брака мы видим ошибку иньян, одинокий луань, и главное звездочку контролирует мужа. А сама женщина, да? Куй ганг столб месяца такой. Ну, можно уже по этим показателям сделать предположение, что с личной жизнью не все хорошо. Если и была замужем, то разведена. Так как мужчины, глядя на вот эту жиночку, соскалкивая в руках, руки в боки, тельки украинскую балакать, я сказала. Это вообще это шутка, это прикол про Роксолану и Султана. По-моему, это была Гумореска, там, где был наш этот Сергей Притула и Молочный. Про Маричку, про Маричку они там что-то снимали, про Турцию, как Маричка в Турцию поехала. И вот там что-то разыгрывали про Роксолану. Или это 95-й квартал был, я уже не помню, кто эту Гумореску сделал, но там Роксолана кулаком так под нос этому султану совала, и говорит, украинскую балакать, я сказала. Это было тогда так смешно. Так вот, когда мужчины видят эту женщину, а она со скалкой и кулак под нос, таки украинскую, я сказала, они такие, да ну нахер, не текать. Да, ну это сценарий в этой карте Бадзи заложенный. Но я тут немножечко отвлекаюсь, забегаю наперед, а давайте все же таки по порядку звездочки разберем. Здесь звезда счастья есть, хорошо, благородный счастье туда же, то есть эта женщина могла почувствовать себя счастливой какое-то время, когда судьба давала ей такую возможность. Звезда академика дала ей возможность учиться, получать хорошее образование, высокий коэффициент интеллекта. Благородной кухней, ну скалка, да, наделил, наделил способностями хорошо готовить, наверняка могла удивить чем-нибудь изысканным, эдаким, вкусненьким, и сама не прочь погурманствовать немножко, а может быть диету какую-то должна была соблюдать по жизни, потому что, как я поняла, благородной кухни, и этому способствует. Получатель тоже замечательная звездочка, которая обычно судит человеку какие-то награды, премии, какие-нибудь подарочки, какие-нибудь аттестаты, грамоты, дипломы и тому подобное. Пять духов, а вот эта звезда обмана, что тоже может быть для ее деятельности и неплохо, надо же людям пыль в глаза пускать, разумеется, создавать какой-то имидж, иллюзию, что-то там рассказывать, где-то в чем-то пугать, она же куйганг, пугать, пугать, и седьмой убийца, угрожать, угрожать, агрессивно это все. Тем более это драконы, драконы, крокодилы прям вокруг одни сплошные. Так вот, пять духов, да, действительно может создавать иллюзии, но и она может впадать в какие-либо иллюзии, тем более здесь обезьяна на фазе болезни, господин дня, и это как раз таки может обозначать то, что она в плену каких-то иллюзий и какого-то самообмана может находиться, но еще эта звезда очень травмоопасная, очень травмоопасная. Если честно, когда я увидела новость о ее кончине, о этом покушении, у меня промелькнула такая мысль в голове, я ее не буду дословно озвучивать, я скажу так, дотрынделась. И вот пять духов я здесь вижу, тоже, наверное, про это, что дотрынделась, однако же. Учебный зал это вот в поддержку звезде академика, разумеется, тоже дает возможность хорошо учиться, получать образование, ну и самой потом тоже преподавать. Небесное прощение, хорошая звездочка, если бы какие-то благие дела делала, я вам скажу, какие именно благие дела ей нужно было делать по предназначению. У нее есть благородная небесная кухня в карте и сидит ее господин дня на обезьяне, которая является духом удовольствия, духом пищи, жрущим богом, так вот не самой надо было жрать в три горла каких-нибудь омаров, запивая шампанским кристалл. Это шутка, я не знаю, чем она питалась и в каких ресторанах она кушала и что конкретно заказывала на какие суммы. Не интересовалась этим вопросом. Ее задача была не самой себя гурманскими какими-то изысками кормить, а других живых существ как можно больше и сытнее накормить. Вот тогда бы получила небесное прощение. Контролирует мужа, понятно, да, женщина со скалкой, руки в боки, мне плевать, в какую сторону смотрит твоя кепка и тильки украинскую балакой, я сказала. Дальше я вижу благородное счастье, но это к звезде счастья. Хорошо. Одинокий Луань. Одинокий Луань обычно указывает на то, что человек одинок, даже если замужем, даже если есть семья, а кстати у нее дух удовольствия во дворце брака, тут конечно по любви только замуж могла выйти и за классного любовника, ну по вот этим параметрам выбирала, вы поняли. Но дух удовольствия это еще и ребенок, это же самовыражение. И обычно когда женщина сидит ее господин на духе удовольствия, это обозначает, что она выходит замуж только для того, чтобы родить ребенка. То есть это главный мотив, это главная задача. Дальше конечно хочется мужа контролировать, но мужа нет в карте только седьмой убийца, а седьмой убийца, глядя на вот эту спускалку такой, та ну нахер и текать. Да, только мы его и видели. В общем, одинокий Луань говорит, что даже замужем женщина чувствует себя одинокой, немножко непонятая, непринятая, ну то такое. ну а еще эта звезда очень часто дает путешествия поездки всевозможные, да, это звезда с китаний. Это хорошо, допустим, если бы она вела активную политическую деятельность, ездила по городам по весам, там выступала на каких-нибудь митингах, с какими-то своими программами, что-то там толкала. Ну, это вот как раз было бы про гастроли ее всевозможные. Но это могут быть еще и заграничные какие-то поездки, потому что, как я заметила, когда одинокий Луан именно с ошибкой иньян вместе идут, это заграничные поездки, потому что ошибка иньян это люди, говорящие на другом языке. Но я так поняла, что в ее случае ошибка иньян это не только про развод и непонимание с мужчинами, это еще и про язык непосредственно, да, потому что она именно на этой теме концентрировалась, она именно зациклена была, обезьяна же зацикленность обозначает одержимость, так вот она была с вот этой идеей фикс зацикленной на языке. Тельки украинскую балакой я тебе сказала, собака ты такая. Вот, вот, это оно. Давайте посмотрим, что там в столпе месяца. В столпе месяца братство, братство, сестринство, братство-сестринство. Ну, столп месяца у нас многофункциональный товарищ такой, да, он и за родительскую семью отвечает, и обычно братство-сестринство в этом случае говорит о том, что человек в довольно доверительных отношениях с родителями мог быть, на короткой ноге, понебратские такие отношения, либо у человека действительно были братья-сестры какие-нибудь. также помимо родительской семьи, это друзья, подружки, коллеги по работе, сотрудники, начальники, тут тоже все хорошо. Человек склонен работать в коллективе, не сам по себе. Какую-нибудь партию тоже может обозначать, объединение людей, какой-то союз, альянс, конечно, да, но кроме этого, кроме этого, здесь же могут быть еще и партнеры по бизнесу или по личным отношениям, и здесь тоже вот братство, когда хочется любить, но быть в партнерских отношениях и при этом контролировать мужа. Мы у кого-то это уже видели, я, правда, забыла у кого, у какой-то девушки такая же формула стояла. Ой, может быть у Меган Маркл? Возможно. Не будем отвлекаться, погнали дальше. В общем, вот это вот братство вы поняли и в личной жизни тоже может себя так проявлять как понебратство и вот желание быть на равных с партнером, из-за чего как раз-таки ошибка иньян, потому что в равном партнерстве контроль со стороны женщины это уже не равноправие ни разу, но то такое. Еще братство может работать и как конкуренция, соперничество. Безусловно. и чтобы пробиться через вот это конкурентное общество, надо быть очень оригинальным человеком, эпатажным, дерзким, амбициозным и толкать какие-то такие идеи, которые, возможно, чужды серой массе. вот тогда тебя заметят, вот тогда поймут, что что-то эта женщина не такая, как все. И это может быть как в личной жизни, да, измены, кстати, могут быть, когда братство или грабитель богатства есть в карте, так и в профессиональной карьерной деятельности то же самое. то есть хочешь стать заметной, а она хочет стать заметной, она амбициозная личность, у нее седьмой убийца на первом месте стоит. Будь любезна, выпендрись как-нибудь эдак, не будь как все. Вот вам к господину дня Янская земля ремарочка, да, потому что этот господин дня хочет быть таким как все. но вся ее карта говорит не-не-не будешь как все никому не будешь интересна и твои амбиции коту под хвост можешь засунуть. А если хочешь реализоваться и чего-нибудь достичь давай умничай давай умничай но тут горе конечно от ума потому что вот этот седьмой убийца до добра ее конечно не довел. Ну так ну поехали дальше у нас вот это самое братство сидит на драконе дракон обычно ну это вообще-то мистическое существо такое магическое и глядя на него а у нее их два я подумала может случайно не мальфаркали чародийка ведьма возможно потому что шаманить когда есть драконы в карте человек немножко склонен хотя дракон это еще и космос да вот все что там с космосом со временем с историей какой-то связано тоже может быть астрологию конечно еще дракон обозначает само собой астрологов ну были наверняка у нее к этому способности если бы в это направление пошла была бы просто гениальным астрологом шикарнейшим вот особенно специалистом подсемень дуньзя я думаю и клиентов бы у нее было дофига эх но дракон еще может обозначать духовных личностей это опустим главное то что это люди с высоким социальным положением и я думаю что у нее были очень большие амбиции стать человеком с высоким социальным положением она все для этого делала насколько у нее это получилось это уже другой вопрос в общем главное то что у нее здесь братство 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 и братством погоняет очень много людей в ее жизни очень много людей и это может быть связано с ее профессией в учебном заведении что там да студенты студенты тут же шапка и пояс стоит студенты 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 студенческое братство вот это все плюс и политическая ее какая-то деятельность тоже предполагает то что вокруг нее должно быть много людей люди 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 вот какие-то единомышленники но и конкурентов тоже тьма темущие шапка пояс это про то что да ну карьера неплохая неплохая у нее и также на учебу указывает эта самая шапка с поясом теперь давайте пройдемся по звездам столпе месяца здесь у нас и благородный тайцы есть и хранилище которые указывают на то что в принципе у нее хорошая чуйка на то где деньги лежат но денег мы в карте непосредственно не видим они все в скрытых небесных стволах там припрятаны а хранилище это да как раз таки то что мы называем в чулку сховала в общем под матрас спрятала в общем где-то закопала другими словами денежки свои не показывала их явно явно я такая же как и все а на самом деле ну какой-нибудь подпольный корейка благородный тайцы всегда указывает на неплохие финансовые способности и хорошую чуйку на то где деньги лежат в какой тумбочке их можно взять и в какую переложить так чтоб никуда не делись не пропали зря но если вот с драконом как мистическим существом смотреть на этого благородного тайцы то это очень хорошие эзотерические способности у человека может быть даже был бы какой-то дар ясновидения если бы драконы в пустоту попали хранилище тоже как бы дать типа сокровищница так то она так но это сокровищница может же и в кладбище превращаться при определенных условиях вы же понимаете и в тюрьму тоже может быть и в больничку какую-нибудь кому реанимацию а потом морг своеобразная звезда и я так хочу когда слушаю каких-то теоретиков как они там сокровищницы свои активируют ой смешно мне становится ну ладно чем бы дети не тешились главное чтоб благородных за бороду не дергали а то они это умудряются хранилище вы поняли да такая своеобразная звездочка может даже обозначать то что человек мог очень много времени проводить в каком-то закрытом помещении сидеть в кабинете безвылазно или там в квартире тоже много часов проводить демон красной красоты ну вот пускать пыль в глаза что-то там рассказывать создавать иллюзии в информационном пространстве это да это вот прям за милую душу хорошая в этом плане звезда звезда иллюзий но в остальном очень негативная и не в те объятия кидает постоянно и не с теми людьми можно подружиться с кем надо и контракт и невыгодный заключить в общем на демон тот еще однако же небесное счастье ну хорошая звездочка цветущий балдахин у нее здесь два раза кстати и по дню и погоду а это все про учебу 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 как завещал когда-то и личь в общем да конечно цветущий балдахин это прежде всего про образование но это еще и звезда которая может обозначать всякие разные праздники 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 корпоративы там какие-то застолья церемонии вручения фестивале биеннале и тому подобное но еще это про недвижимость может идти речь с хранилищем особенно но и на кладбище тоже хранилище с цветущим балдахином часто намекает на хату в тюрьме тоже может быть в общем всякое могло бы с ней случиться при этих звездах но цветущий балдахин это та звезда которую я вообще-то называют don't disturb но это вот когда человеку иногда хочется как-то уединиться у человека должен быть свой какой-то куточек свое пространство личное где он может побыть наедине с самим собой и восстановиться потому что люди 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 и голова кругом от них идет и надо вот где-то закрыться посидеть чуток чтобы вот привести мысли в порядок если такого человека очень долго напрягать общением и такой человек не имеет возможности изолироваться а у нее там еще одинокий луань в столпе дня то есть ей обязательно надо изолироваться периодически от вот этого человеческого шума так вот если нет такой возможности человек и правда слетает с катушек конкретно дальше мы видим кровавый клинок тоже хорошо для деятельности бла-бла-бла вот этой всей какие-то острые высказывания и все такое прочее в кого-нибудь ножи виртуальные вы знаете да покидать но кровавый клинок звезда очень опасно очень кровопролитная да может указывать на ранения оперативные вмешательства операции конфликты ссоры выяснения отношений конечно тоже могут быть вот эти всякие разные скандалы белый тигр а вот это очень свирепая и очень опасная звезда и главное вот знаете вот я ее сравниваю реально с белым тигром который там в кустах засел и уже принял позу нападения а вы такая мимо идете хи 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 ха 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 жизнь удалась ля 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 и тут бац и порвал как тузе грелку наш метки это может быть какой-нибудь автомобиль из-за угла на полной скорости это может быть несчастный случай ну такое стечение обстоятельств а может быть и нападение вот в данном случае сработало как внезапное нападение и с кровавым клинком вы понимаете тоже не обязательно чик по горлу и в колодец в буквальном смысле слова это чик по горлу и в колодец в широком понимании вот просто киргуду бомбарбе так вот обратитель дня здесь хорошая звездочка но ни о чем поэтому погнали сразу год смотрите здесь 7 убийца чик по горлу и в колодец видеть я то есть это ранение головы то у нее прямо в самой карте это закодировано запрограммировано заранее вот это обезглавливание на обезглавливание не только намекает 7 убийца видеть я но еще и обезьяна вот это вот циркулярная пила которая срезает эту головешку вот так вот прямо и не стало то есть тут вот прям конкретно бомбарбе я пришла но седьмой убийца это же не только смерть с косой и и не только про киллера речь идет а здесь вот буквально до киллер седьмой убийца может и личные амбиции этой женщины показывать что она очень амбициозная дамочка и очень дерзкая вот когда у женщины есть куйган в карте кстати куйганг здесь не перечислено столпе месяца но этот столб янская земля на драконе является куйгангом да вообще 6 столпов куйганги не 46 так вот 7 убийца говорит о том что она вот такая очень дерзкая и обычно про таких людей так и говорят ты чё такая дерзкая однако вот потому что этой прогрессию в том числе и про то что на первом месте у нее любовники они мужья то что мужчины могут нравиться своеобразные такие да умные конечно же и с высоким социальным статусом само собой ну и сама женщина незаурядного ума само собой разумеющиеся да потому что здесь я на первом месте стоит а я еще сам по себе это большой начальник всем начальником начальник это руководитель по большому счету но если эта женщина была чьим-то научным руководителем например или возглавляла какую-нибудь кафедру учебном заведении где она была трудоустроена превышала свою власть превышала я бы даже сказала что немножечко злобствовала она а может даже и не немножечко а хорошо так злобствовала тут же просто еще и дракон в придачу а что такое дракон у дракон это крокодил насчет крокодила слушайте мне ее карта почему-то напомнила шапокляк она и внешне на нее как-то немножечко похоже отдалено но что-то вообще у них есть почему шапокляк потому что вот голова на первом месте шапка дал шапоклячка и драконы эти крокодил гена само собой а обезьяна чебурашка ушастая такая крысы только не хватает этой крыски лариски и вы знаете умерла она именно когда крыса к этой троицы присоединилась дело в том что обезьяна драконы и крыса эта комбинация воды тригон и хотя по теоретическим вот этим табличкам вода не является демоном забирающим жизнь для этого господина дня но тем не менее практика показывает иное является еще и как тем более что это же деньги богатство если когда пришло к человеку так много богатства он не становится президентом и не садится на казну не дорывается до корыта то может отдать концы откинуть копыта 6 опять и стихами говорю что ты будешь делать вот ей пришлось отдать концы да хотя дерзновение и и были именно на должность начальника казны ладно про это сейчас поговорим когда да так то удачи дойдем а сейчас давайте еще глянем на фазы но фазы тоже хорошая шапка пояс и пенсия и вот она в двух столпах идет по средним фазам и только третий столб у нее на фазе болезни что может говорить о продолжительности ее жизни чуть меньше чем в среднем по стране по женщинам так что по звездочкам здесь но звезды практически те же самые что и в столпе месяца не буду повторяться тут добавляется только еще один одинокий луан очень одинокая женщина до и звезда банкротства женщина которая может потерять все и вся в одночасье что с ней собственно говоря и случилось что по взаимодействия между небесными стволами но только вот это братство воюющие с седьмым убийцей по земным ветвям какая у нас тут история ну драконы конечно дружат с обезьяны но между собой дерутся тут сама наказание почему я и говорю что горе от ума плюс еще бросается в глаза тот факт что вот это вот сосна у нее стоит смотряка 7 убийца на горе и очень заметная да она в инфопространстве была очень одиозной и заметной фигурой но тоже самое я могу сказать и про киллера для него она тоже была очень заметной особенно ее голова и да здесь как бы заложено в сценарии вот эта идея вот эта идея что эта женщина будет иметь вокруг себя много людей будет иметь на них такое одиозное влияние но будет обезглавлено когда придет ее час как интересно ну что там насчет так-то удачи давайте смотреть косое богатство пришло а что такое косое богатство кроме функции любовницы конечно же деньги бабло бабки бабки сука бабки пришли конечно же надо подсуетиться пока есть такая возможность пока судьба дает шанс хочешь жить давай вертися и она вертелась как могла откуда она брала эти бабки кроме работы в учебном заведении сложно понять но янская вода делает кое-какие намеки но ладно я пока промолчу тем не менее это вот предпринимательский дух до когда можно сколотить состояние но косое богатство это еще и риск очень большая склонность к риску и человек склонен переоценивать свои возможности и недооценивать опасность это вот знаете когда янская вода приходит да еще и с косым богатством это ощущение того что ты схватила бога за бороду и тебе море по колено я все могу это вот человек звезду поймал немножечко и потерял берега и и могло очень сильно заносить на поворотах в этом такте нести как лавину как цунами как не агару какую-то может быть где-то даже не следила за тем что говорит и про кого говорит а здесь а здесь у нас вот это янская вода это же королевишна ну королевишна сидит здесь на армии друзья мои потому что собака это армия и вот я не знаю то ли у нее амбиции были стать верховной главнокомандующей но не дай бог боже боже я как представила подумала что это же какой-то концлагерь получится если такой человек возглавит страну тем не менее это конечно могли быть ее какие-то амбиции а может быть этот ее седьмой убийца то есть ее дерзость была направлена на армию и того кто является для этой армии с 22 года верховно главнокомандующим я вообще не знаю как она там относилась к змеенышу не в курсе ее каких-то высказываний по этому поводу но на армию нападала до может быть даже не бесплатно учитывая янскую воду виде косого богатства видимо кто-то заплатил правда вот это вот янская вода с собакой может просто обозначать звезду которой очень много поклонников и от этих поклонников она может получать какие-то донаты какие-то вознаграждения материального характера потому что косое богатство до янская вода это звезда собака это толпа поклонников фан база интересно она вот объявляла какие-то сборы донатила на армию и не в курсе опять же не следила никогда за ее деятельностью слышала о ней только вот по поводу каких-то скандалов очередных а так не интересовалась что что к чему там знаю ее основные идеи по поводу языка короче не суть не было ее фанаткой так вот так вот вот это янская вода и на собаке еще может банду обозначать что она такой вот главарь банды мафиози или работает на какого-то мафиози главаря банды может ли это янская вода обозначать звездного преподавателя а собака армию студентов ну наверное тоже то и зарплату виде косого богатства ну может быть взятки брала какие-нибудь потому что косое богатство это все же таки не зарплата это прибыль ну допустим собака здесь видит драконов и такая это еще что за хрень и давай с ними бодаться это столкновение в этом столкновении принимает участие ее статус ее репутация и тут понятно да скандал и скандал и скандальная репутация и страдает от этого столкновения ее карьера но ее штампом ему отстраняли от работы в учебном заведении это потом ее вроде как восстановили обратно но был инцидент и кстати за нападение на армию до что она там про армию говорила не то что надо ну вот это все понятно но это столкновение это же еще и сети осети ада и небес и это попадало во друзья мои тут и тюрьмой попахивает за соответствующие какие-то действия или высказывания а в самом плохом случае сети ада и небес попахивают попадала вам покруче чем тюрьма то есть кладбище тем более седьмой убийца здесь в голову ударяет фаза могила ну тут как бы да все ясно и шапка пояс опять же очень много шапок у нее точно шапоклячка а я кстати не сказала что собака здесь и с обезьяной в общем-то тоже не неплохо коннектится в металл а металл для нее это самовыражение в основном это дух удовольствия конечно же но если учесть вот эту теорию что если есть обезьяна если есть собака то между ними петух не явно но присутствует вот так вот за кулисами сидит помахивает крылышком то это и бунтарский дух а все вместе с этим петухом и драконы в металл тоже уходят вот представьте да сколько много самовыражение как много металла а много металла и голова это что у нас киргуду бомбарбияда пуля в голову а там еще у нее кровавый клинок с тигром есть то есть внезапное нападение жестокое и кровопролитие вот как иероглифы здесь пляшут много металла еще может указывать на депрессняк какой-то ну насчет депрессий я не в курсе в ее случае давайте посмотрим теперь на звездочки что там в этом такте удачи у нее выстроилась а я вижу здесь но благородное богатство понятно с косым богатством всегда в нагрузку идет благородный тайцы еще один а у нее получается целых четыре благородных тайцы а это должна быть очень хорошая чуйка предчувствие должно было быть и обычно когда вот так вот благородные тайцы выстраиваются если там еще и боги отступления или боги экспансии как у предыдущего нашего товарища пончика человек может избежать опасности а что там насчет богоотступления есть у нее хоть один но желательно два или три да у нее ни одного похоже не туда ну значит все эти благородные тайцы ну да как пятое колесо к телеге не работают ну хорошо давайте дальше смотреть видимо эти благородные тайцы работали у нее только на то где деньги лежат которые надо потом где-нибудь в чулку спрятать небесный чиновник еще есть но все женщина уже на карандаше у небесной канцелярии шар разделения углом криминальная звезда может произойти какое-то преступление шар разделение углом это в принципе попадалого всякие разные формы ограничения свободы обозначает и изоляцию какую-то а иногда разделение углом это вот в буквальном смысле там какие-то переломы и травмы ранений благородной силы небес но это к небесному чиновнику в придачу да вот всего канцелярия уже на карандаше даму держит ждет когда ручонками потирает где наш киллер где он благородные лунные добродетели туда же это все небесная канцелярия когда мы видим что вот счета там начинает собираться небесная канцелярия на консилиум ну все суши ласты называется брата похорон пожалуйста разрушитель пожалуйста да ну разрушитель это собака и дракон добродетель дня уже до лампочки а вот бог отступления есть один до маловато маловато ну кстати вот недавно тоже еще одну карту смотрела девушки которая упала с седьмого этажа у нее куча благородных тайцы и по моему даже два бога отступления было и обычно это заканчивается ну легким испугом да ну может быть там переломами какими-нибудь отделается но нет эта девушка погибла несмотря на наличие всех этих тайцы и отступление такое тоже бывает ошибка иньян но тут понятно ошибка иньяны с мужчинами нет взаимопонимания и в целом вот с армией до ошибка иньян языковый конфликт ну и сети небес и сети земли собака дракон двадцать четвертый год дубликат дубликат такой же год как у нее в столпе года пришел седьмой убийца по ее головушку буйную и снес ей эту головушку однако же вы скажете а почему так ведь тут тоже в июле всего лишь инский металла вы говорили что инский металл может только поцарапать это янское дерево но не срубить ведь это все равно что перочинным ножиком секвою пилить но дело в том что день был и час был такой который позволил срубить эту секвою ну и дубликат конечно тоже это что непосредственно в ее карте это заложено тут уж извините но не избежать этого попадалово на киллера тут вот видите кровавый клинок белый тип и звезда банкротства до потеря всего и в одночасье июль месяц здесь ранение чиновника до ранение чиновника для нее для ее господина дня ранение в буквальном смысле она как чиновник ну то есть человек занимающий какую-то должность какое-то положение или политик но она же была в какой-то степени политиком да вот вот вам и ранение тут конечно она могла на кого-то наехать напасть и мы с вами уже неоднократно видели эту комбинацию вот эту формулу 7 убийца и ранение чиновника как это работает в связке это да это вот что называется сама нарвалась что-то где-то сказала какое-то острое горькое слово прозвучало из ее уст и седьмой убийца подумал ну держи гранату а точнее пулю в лоб вот ранение чиновника виде инского металла а инский металл как раз таки эту пулю и может обозначать да если бы там другие немножко были бы показатели и в ее самой карте не стояла вот это вот штука виде седьмого убийцы взял и не было бы этого иероглифа обезьяны во дворце здоровья может быть и получилось бы избежать все туевины если бы да кабы когда у нас тут начали собираться на консилиум небесные товарищи из канцелярии ну что поделаешь все все приговор объявлен и благородными людьми будет приведен в исполнении так а что по поводу этого ранения чиновника она у нее на козе а в такте собака а если где-то там мимо пробегал бык а он пробегал каждый день в час быка как минимум ну про дни быка я вообще молчу у нее могло складываться земляное наказание а это люди 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 слишком много людей конкуренция соперничество это конечно может быть и братство а может быть и грабители богатства ограбители богатства когда видят богатство а у нее пришло она в такте становятся очень злыми и агрессивными и все это может закончиться довольно таки плохо плачевно ну в общем полу комбинации я даже вы знаете и не полу комбинации тут даже без быка это земляное наказание есть три дракона между собой в самонаказание собака с ними сталкивается сети образуя коза к ним присоединяется это по-любому же наказание хранилищ а наказание хранилищ вы сами понимаете может закончиться на кладбище вообще такой довольно артистичный столб и главное связанный с какими-то большими деньгами инский металл на козе это же золотая антилопа ну может быть киллеру неплохо за нее за ее голову заплатили а может быть и ей тоже какое-то бабло перепала тут грабитель богатства подсуетился ну не знаю не знаю как она там на самом деле дело было но тут еще и наказание за ее вот это ранение чиновника это вот высказывание да вот что она там высказывала артистично но колкой остро и горько вот за это тоже могла поплатить в общем как я и говорила до трендилась а да так а что по звездочкам здесь но фазы пенсия по звездам здесь благородный тайцы благородный человек два благородных небесный чиновник еще один но все по ее душеньку пришли золотая карета золотая карета вы же в курсе да либо про большое богатство а когда приходит много богатства я вам уже говорила и человек не становится каким-нибудь президентом то есть до коры то не дорывается вот то может под этим богатством да под этим золотом золотой антилопы как под черепками нож в черепки превращается видите земляное наказание задохнуться задавиться ну вот ну вот тут можно в принципе тоже вот сказать мою эту сакраментальную фразу жадность фрая разгубила так ну золотая карета как мы еще знаем может и в карету золотой господи скорой помощи превращаться да и как воронок завести в места не столь отдаленной но главное завозит как катафалк на кладбище ну ее случае да это скорая помощь и кладбище красный луань празднику благородных понятно да небесные там три баяна порвали я так понимаю похоронные двери но тут тоже все ясно врата похорон в такте здесь похоронные двери красный фонарь красный фонарь вообще это как я выяснила не только про красные фонари и прости господи это еще и про продажность когда человек продал душу дьяволу ну переносном а может и в прямом смысле слова насчет продал душу дьяволу давайте так скажу вам что я думаю по этому поводу это только лишь мои фантазии фантазии я не претендую на истину в какой-то там последней инстанции я не владею никакими инсайдами то есть ну вообще это просто вот какие-то догадки дома мыслей вы поняли меня да что я думаю про седьмого убийцу я вам говорила что это могут быть спец структуры всевозможные спецслужбы да и если бы я если бы так абы но давайте не я вот какой-нибудь посторонний человек а то на себе примеры приводить вот какой-нибудь там человек работал бы каким-то большим начальником в определенных спецслужбах и этой спецслужбе дано от верховного главнокомандующего заданием задание это по захвату территории там соседней страны например чтобы этот вот начальник делал бы какую подрывную работу он проводил бы на территориях этой страны но наверняка ему нужны там были какие-нибудь свои агенты вербовал бы местных для выполнения определенных задач а какие задачи разделяя и властвует да значит нужно какой-то внести разброд в местные народа масса населения я сама вообще поняла что только что сказал ну ладно какое-то новое слово придумал вот разброд нужен и шатане чтоб люди между собой ругались ссорились выясняли отношения чтобы они вот разделялись во мнениях в противоположные стороны и не могли объединиться договорившись собой чтобы это не была вот такая мощная сила как кулак противостоящие врагу а вот все в рассыпную да этот одно другое другое тяни толка и вот это вот все так а как можно этого добиться вот что эти спецагенты должны делать ну выбирать какую-нибудь очень радикальную позицию и навязывать как истину в последней инстанции естественно во первых сразу можно выявить людей с подобными же настроениями и взять их на карандаш до чтобы потом когда эта страна территория будет захвачена был списочек кого расстрелять кого-то на лесоповал отправить как в тридцатых годах вы поняли да ну и понятное дело что как раз таки когда человек занимает такую радикальную прям позицию сразу же у него появляются оппоненты и вносится вот этот раздор в общество одни говорят что да она права а другие говорят ну вы что это живот пальцем у виска она несет какую-то чушь бред и вообще делает какое-то зло то есть если честно вот я всегда оценивала ее деятельность именно с этой позиции что это спецагент задача которого вносить раздор разделять общество на непримиримые группы по какому нибудь больному вопросу а для украины больной вопрос это язык естественно очень удобненько всех людей которые приняли ее сторону сразу же эти спецслужбы могут взять на карандаш и если их задание верховно-главнокомандующего будет выполнена не дай бог конечно то вот расстрельные списки готовы а с остальными с остальными можно работать ну вот понимаете да что я имею ввиду под вот этим косым богатством и золотой антилопой под черепками золото которого она и полегла я еще раз повторюсь ничего не утверждаю это мои домыслы это я так мысль потому что у меня тоже 7 убийца в карте я начиталась в свое время кучу книжек про спецслужбы и теперь везде вижу заговор да так что ну может быть и не стоит мои эти домыслы воспринимать всерьез но тем не менее я вот придерживалась всегда такой оценки ее деятельности так теперь давайте я на мингли открою карту и посмотрим на дату это было 19 число и что мы здесь и видим снова таким 7 убийца для на обезьяне обезглавливание вот четко обезглавливание вышло потому что что такое обезьяна ну я же вам говорила циркулярная пила которому которая этому дзя делает киргуду бомбарбия ну вы поняли чик по горлу но тут не по горлу а буквально пуля в голову да вот обезглавливание в этом смысле получается но тут звездочки особо не перечисленные звезда академика только указана ну и фиг бы с ней ладно обезьяну но мы можем посмотреть что там было у нас в этом столпе по столпу дня и академики там и небесная кухня и получать их получатель дал тут уже в плохом смысле на получи фашист гранату называется и пять духов травмоопасная звезда и ошибка и ньян и одинокий луань в общем мы поняли а что в часе это был час по моим там 19 30 было указано время или 20 часов не суть это все равно одна и та же двух часов к собаке еще одна собака пришла это же седьмым убийцей видеть за но это военные какие-то деятели то есть это какой-то солдатик это что-то связанное с армией либо вот военными какими-то силами потому что для это обычно начальник какой-нибудь или военно начальник до седьмой убийца спецслужбы возможно определенные а собака армия или солдатики ну вот или бандиты тут вот как бы вариантов несколько может быть ну и вы же видите да две собаки три дракона в общем тот еще наборчик ну и в собаке у нее штамм фаза могилы и эмбриона а в девятнадцатом числе в обезьяне нее фаза болезни и обрыва то есть призрака вот кто-то станет привидением ляжет в могилу и родиться заново родиться заново потому что здесь вынашивание это вот то что уже кто-то беременный и срочно нужно душа для этого нового человечка значит кто-то должен умереть и со своей жизнью распрощаться чтобы этот новый человечек мог родиться и до жизнь у этого человечек человечка нового не будет сильно сахарной в принципе до пенсии дожить сможет при определенных условиях но жизнь будет черно-белая да как тельняшка полоса белая полоса черная немножечко от и немножечко рай видите у нее была там звездочка небесное прощение может быть какой-то райский билетик она себе тем что работала со студентами обучала детей может быть чему-то хорошему таки заслужила но накормовать тоже успела но это у нас был час нападения а теперь давайте час смерти посмотрим это был час крысы и что у нас здесь косая печать ну преступление окей это косая печать янский огонь представляет и этот янский огонь сливается с нападением на власть с бунтарским духом сынским металлом в воду то есть бабки 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 получается да из-за денег что-то преступление произошло или за ее вот эти вот радикальные высказывания потому что нападение на власть но вы понимаете крыса лариса крыса лариса достраивается такие к обезьянам драконам это же бабки 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 ну богатство видимо и правда либо из-за денег либо это вот это распространенное явление то что я уже довольно давно наблюдаю что когда к человеку приходит много богатства он отдает богу душу то есть он не может справиться с этой энергией и кишка тонка надрывается да вот с ним что-то случается такое либо это вот какой-то неоправданный риск когда человек очень сильно рискует кто не рискует тот не пьет шампанского но обычно шампанское пьют его враги на его могиле поэтому ну что поделаешь тут вот это сложилось комбинация воды очень много воды для этой земли и несмотря на то что для земли вода не является демоном забирающим жизнь по вот этим всем табличкам теоретиков как я погляжу является еще и как но давайте отвлечемся от вот этой самой крысы а посмотрим на вот эту комбинацию инский металл янское дерево и янский огонь помните когда мы смотрели карту принца 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 вильяма и рассуждали там по поводу смерти томаса кингстона там тоже что-то подобное выстраивалась и я вам говорила что это вот пуля в лоб и кровопролитие ну мозги из этого лба в разные стороны полетели янский огонь до кровь эту обозначают вот мы с вами это здесь и наблюдаем ой слушайте тут еще глянула на эту крысу и фазы зачатий крыса же это ребенок а зачать это зачатие ребенка так и представила что какая-то парочка зачала ребенка в этот момент и вот прямо когда произошла кульминация чтобы не сказать другое слово этой женщине садили пулю и она умерла на операционном столе как вам такое а я вот постоянно смотрю даты смерти людей и вижу вот эту интересную закономерность про следующее воплощение я даже уже начала предполагать какой семье человек родится какую жизнь проживет но это пока что на уровне просто фантазии каких-то разумеется но это очень увлекательно и интерес это очень интересно друзья потому что я понимаю что может быть никакой загробной жизни и нету если есть то очень короткий период пока человек там виде привидения где-то тыняется но умирает человек именно тогда когда происходит новое зачатие кто-то там вынашивает беременный ребенка и скоро этот ребенок должен родиться нужна душа нужна душа нужно переродиться то есть судя по всему речь идет о реинкарнациях колесе сансары в котором мы с вами все вертимся как я это назвала людоворот в природе до так а что там по звездам было в этой самой крысе но тут я вижу только командирская это влияние звезду генерала ну понятное дело что об этом все узнают звезда генерала это инфлюенсор инфлюенсора здесь обезглавили тут как бы и так понятно что все будут об этом из всех утюгов трубить но командное влияние звезды генерала может указывать на заказчика что да вот уже какие-то военные чины в этом замешаны могут быть не факт и непонятно с какой стороны вы же понимаете да война как никак но тем не менее вот тут есть какой-то такой намек так ладно мои дорогие буду закругляться надеюсь вам было сегодня интересно пишите комментарии не забывайте ставить лайки встретимся в следующем видеосюжете а пока ой небольшое дополнение хочу сделать я тут еще отслеживаю всяких разных демонов и прошлась по этим демонам в карте этой дамочки что я обнаружила значит здесь мог сработать демон ожогов ну ожог может иметь место если стреляли в упор например либо это в принципе знаете человек мог в переносном смысле слова обжечься также я увидела здесь демона острой грани это когда человек рождается в месяц дракона и встречает козу а у нее как раз месяц события это коза и коза не простая а сынским металлом слушайте мне тоже надо быть осторожней с этими острыми гранями потому что я тоже в месяц дракона родилась так у меня правда коза в самой карте есть и я с этой острой грани уже неоднократно встречалась ой может хватит тем более у меня коза еще и седьмым убийцей но это про операции речь я веду были были в моей жизни самое интересное это то что у этой дамы есть еще такой демон это вот дракон и собака как демон золотой замок который обычно связан я вообще сейчас перечисляю детских демонов они есть в ютюбе можете поискать по моему у пугачёвой наталья я их взяла этих демонов и еще какие-то видела в ютюбе видео тоже с демонами забирающими жизнь и падение с высоты в общем там поищите может найдете очень интересная тема я как раз это сейчас изучаю на практике работает или не работает у меня такие интересные открытия я вам передать не могу вот так вот что это за демон золотой замок опасность от золота серебра металла вы поняли да пуля металлическая была не серебряная ли случайно там еще есть демон ванны и глубокой воды потому что несколько драконов пришло у нее и так два дракона в карте и это может быть не всегда в буквальном смысле вода и ванна иногда это может быть вода в виде крови а у нее много воды пришло до большая кровопотеря наверное вот так мы можем ее эту воду проинтерпретировать там еще и демон кипятка то есть она практически всех демонов собрала ну это обычно связано действительно с кипятком но у нее штаммы демона жогов был может быть кровь скипелось вместе ранения да возможно в общем друзья мои вот такие еще интересные наблюдения которыми я хотела с вами поделиться теперь уж точно наверняка до свидания встретимся я надеюсь следующем сюжете